Еще и месяца не пришло, как Одесса осталась без мэра. Особых сожалений не наблюдается. Алексей Алексеевич перестал как-то сразу быть главной темой разговора в Одессе. Если кто-то и страдает по его уходу, то скорее те, что лишились личного покровительства первого лица Южной Пальмиры. Исполняющий обязанности городского головы стал изредка выезжать, как принято это у чиновников, на объекты. Внешне держится неплохо, говорит мало, больше слушает. С кувалдой, как его бывший шеф по мафам, не гоняет. Чего еще надо? Ну нет градоначальника и что? Жизнь не остановилась? Если бы мы жили где-нибудь в Нидерландах, то вероятно такой вывод вполне сгодился. При тамошней экономике, правосудии и состоянии гражданского отчества отсутствие на публике главы исполнительной власти города проходит незаметно. Но мы не в Нидерландах. У нас близость к власти, это близость к преференциям. Чем короче путь к телу начальника, тем больше шансов получить то, чего желает твоя ненасытная душа. Сейчас местная политическая и журналистская общественность бурно дискутирует по поводу количества кланов, которые поделили городское собрание на сферы своего влияния. Мелькает фамилия разных народных депутатов, называется «Смотрящие из Киева» и делается вывод. Город ожидает тотальная распродажа коммунальной собственности и в первую очередь земли. Кстати, такие беседы подогревают сторонники Эдуарда Гурлица к выводу. Только Эдуард Иосич может стать спасителем Южной Пальмиры, ибо его принципиальность не знает авторитетов. Но здесь, пожалуй, очередной перегиб. Если вспоминать первую каденцию мэра-кооператора, то такие выводы вполне обоснованы. Но именно тогда, вступив в отчаянную сватку с Леонидом Кучмой, поиздевавшись над Даниловичем в местном варианте куклы, Эдуард Иосич получил в результате Кировоградский суд и исчез из Одессы на долгие годы. Лишь удачный ход присоединения к оранжевой оппозиции помог ему вернуться в Южную Пальмиру мэром через суд. Вторая каденция Гурлица подтвердила подозрения дотошных наблюдателей. Одесский градоначальник больше на ржон не лез, а с президентом разговаривал, понимая дистанцию. Да и его последнее высказывание, что если бы регионалы слушали своего президента, то все в стране было в порядке, лишь подтверждает наблюдение. Эдуард Иосич четко понимает свое место в нынешней ситуации. Без благословения Виктора Федоровича поста мэра Одессы ему не видать, да и Киев закобылит определенными договорами. Вернусь к главной теме. Судя по количеству обращений одесситов в адрес телеканала «Град» с просьбой помочь теплом, водой, электроснабжением, можно сделать вывод, что городское правительство без единоначалия ничего из себя не представляет. Группа чиновников мечется по коридорам бывшей хлебной биржи в поисках ответа на главный вопрос. А что со мной будет дальше? Если признать схему раздела законодательного собрания между несколькими группами влияния, то ответа нет. Ибо в таких ситуациях ни одна из договаривающихся сторон не станет связывать себя какими-то серьезными обязательствами. Все действуют в ситуативном режиме. Бездействие бюрократов – попутчик такого расклада сил. Удивляет, признаюсь, молчание нового губернатора. Понятно, Николаю Скорику важно сейчас расставить по ключевым постам людей из своей команды. На это надо время. Но как бы эти кадровые вопросы не уйли из-под влияния главного регионала области такой мегаполис, как Одесса. Ибо население все равно, чем занимаются политики. Обыватель жаждет точно знать, кто может решить его бытовые проблемы. А если они не решаются, то во всем виновата прежде всего партия власти. И здесь одесситов не переделаешь. Делаешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...